Ребят, всем привет! Сегодня очередное видео ковырятельного характера. И даже несмотря на то, что сегодня не выходной, а середина недели, все равно получилось у меня найти время, чтобы, значит, поковыряться в гараже, потому что уж больно интересная тема получается в этот раз. Вот прям отставил все дела и решил поделиться эмоциями, ошушениями и кое-какими замерами с вами. Сегодня у нас речь пойдет про всем известный генератор G414, он же 6-вольтовый генератор саппозита, в контексте применения его как 12-вольтового. Есть уже много-много наработанных методик, как его использовать в качестве 12-вольтового. Я их практически все перепробовал. Да, это работает, даже иногда и неплохо работает, но что-то вот мне подумалось, что можно постараться чуть-чуть это все дело улучшить. Давайте начнем ковыряться и заодно, походу, буду объяснять. Часть работы я уже сделал, поэтому буду показывать вам замеры, результаты этих замеров, и заодно постараюсь объяснить, почему я сделал определенным каким-то образом тот или иной узел, то или иное изменение генератора в какую-то сторону, почему я так делал. Ну, ладно, хватит болтать, давайте ковыряться. Вот, значит, у нас два генератора лежит. Один это абсолютно стоковый G414, то есть никаких изменений, кроме просто чистки, разборки, сборки, там, замены подшипников, сальника, я, в общем-то, больше ничего особо с ним и не делал. А вот с этим кое-что делал. Да, наверное, кто повнимательнее заметил, что они немножко разные, потому что вот эта вот крышка отличается, еще есть небольшие отличия, этот под сальник, этот еще под набивку, потому что этот генератор 57-го года выпуска, а этот, а этот получается аж 83-го, то есть между ними так, ну, много лет разницы. Ну, в контексте нашего сегодняшнего видео это никакого значения не имеет, потому что конструктив у них абсолютно одинаковый, что касается электрической части. Но для чего я их здесь два положил, очень удобно будет сравнить. Вот этот полностью стоковый, а этот, ну, скажем так, не совсем стоковый. Кое-что я в нем переделал. Сейчас расскажу чуть-чуть поподробнее, что именно. На данный момент в нем просто заменена катушка возбуждения. Знаете, вот эта катушка, которая используется в качестве статора. У нее еще такой сердечник могучий, ядреный, который прикручивается вот этим вот болтом к корпусу генератора. Обычно во всех источниках, во всех гайдах по переделке этих генераторов встречаются такие показатели, как проволока 0,5 мм и 550 витков. В некоторых источниках 550, в некоторых 500, но порядок примерно такой. И, на мой взгляд, это не совсем правильно. Почему, ну, как я понимаю, почему автор изначальной этой переделки решил набрать 550 витков проволокой 0,5 мм. А все дело в электрической мощности. Что я имею в виду? Изначально обмотка стоковая, заводская, имеет сопротивление около 2,5 Ом. Что на 6-ти вольтовой бортовой сети, ну, то есть, фактически, там, сколько напряжения, где-то в районе 7,2 по факту-то напряжение в 6-ти вольтовом мотоцикле. Ну, в общем, дает нам почти 3 А тока, который уходит на возбуждение. Собственно, ну, протекает в этой самой катушке возбуждение. И умножить эти почти 3 А на 7 В напряжения, мы получаем около 20 Вт электрической мощности. И я так понимаю, что автор переделки решил намотать катушку так, чтобы получить примерно такую же электрическую мощность. То есть, перемотанная катушка, вот эти 500-550 витков проводом 0,5, она дает сопротивление где-то в районе, там, 8-10 Ом, ну, пусть 9. Обычно где-то в районе 9, получается, может, чуть больше. Что при напряжении бортовой сети в 14 Вольт дает нам где-то, ну, 1,3 А плюс-минус, так в уме особо точнее не посчитаешь. И при умножении этой силы тока на напряжение бортовой сети мы как раз и получаем примерно эти 20 Г Вт электрической мощности. Но, но, дело в том, что в контексте именно электромагнетизма, когда мы делаем из катушки электромагнит, электрическая мощность не имеет вообще никакого значения полностью. Имеет значение только сила тока. То есть, ампер должно быть столько же. Не мощности, а именно ампер. И когда мы делаем катушку, через которую будет протекать ампер с копеечками, а в родной стоковой катушке протекал ток в районе 3 А, то, естественно, генератор начинает работать хуже. Да, через него течет меньше тока, и катушка лучше себя чувствует. То есть, она, ну, стопроцентно не сгорит. Да, она потребляет меньше на себя. Она берет на себя, отбирает не так много мощности, чем если бы у нее было ниже сопротивление. Но, блин, магнит-то в итоге электрический становится слабее, чем он был даже в 6-ти вольтовой версии. Потому что, еще раз повторюсь, не важно, какая мощность электрическая на катушку приходится. Важно только, какой через нее ток течет. Потому что течение тока по проводнику порождает вот эту вот магнитость. Я специально стараюсь какими-то простыми словами говорить, без всяких страшных определений из злой физики. В общем, чем больше ток опускаем по проволоке, тем сильнее магнитом она становится. Вот. И что в результате? Слов-то много умных наговорил, а вывод какой? А вывод такой, что, когда мы перематываем катушку с целью использования ее в 12-ти вольтовой сети, мы должны перематывать ее не так, чтобы получить такую же электромощность в итоге, а так, чтобы получить такой же ток в этой катушке. И я так немножко грубо посчитал, что нужно брать проволоку не 0,5, а проволоку 0,6. И при использовании одной вот катушечки с Wildberries, или с Ozone, уж где купите, в которой ровно 200 грамм, или 75 метров, если по-другому считать, вот если мы эту катушку полностью перемотаем, ну, используем, то сопротивление, которое мы получаем на выходе, ровно 5 Ом. Идеально. Вот идеально. Мы увеличили в два раза напряжение, ну, 6 В на 12. Значит, и сопротивление, держим в уме закон Ома, значит, и сопротивление нам увеличить нужно тоже ровно в два раза. Уменьшить. Нет, увеличить, да, все правильно. То есть, было 6 В 2,5 Ома, ну, грубо, стало 12 В 5 Ом. Вот такую катушку я, значит, и установил себе вот на этот вот генератор. И давайте-ка покрутим дрелью стоковый вариант и вариант с модернизированной катушкой. Сразу забегая наперед, скажу, что это видео не про катушку. Оно больше про тесты и сравнения, но катушка это не главная и даже, пожалуй, не основная переделка, которую я сделал с этим генератором. Но, что я еще с ним сделал, уже, наверное, мы узнаем в процессе тестов и замеров, потому что сейчас, ну, и сполерить не хочу, и с учетом, вот, когда мы снимаем, прям меряем какие-то показатели физические, уже прям циферки, это все будет намного доходчивее и нагляднее. Так что погнали, давайте переходить к испытаниям и замерам. Так, ну и вот подготовил я все для, так сказать, первого, самого-самого простенького теста. Это клемму Ша я соединил с массой, на клемму я повесил плюс тестера и опять же на массу повесил минус тестера. То есть просто покрутим генератор без нагрузки дрелькой и посмотрим, какое будет напряжение он выдавать. А потом сравним при точно такой же схеме подключения с вот тем генератором, на который установлен уже перемотанная катушка, перемотанная не по общепринятой схеме, а по той, которую я вот сам себе что-то в голове выстроил и уверен, что она будет работать лучше. Так, ну и поехали. Просто без всякого замера количества оборотов крутим, так сказать, на все деньги, до упора. Так, что мы видим? 15,4, 15,5, 15,6, опять 4. Ну давайте от... О, там даже больше чуть-чуть получается. Ну давайте щедро дадим 16 вольт. Прям 15,6-16. Отлично. Теперь подключаем другой генератор и проводим точно такой же тест. Так, поехали. Схема подключения такая же и тоже просто дрелью до упора. Обороты дрели так вот по ощущениям повыше. Напряжение, ну... 17,3... 17,4... В общем, в среднем, грубо, где-то на 0,7 вольта выше. Здесь напряжение такое постабильнее немножко, поэтому давайте вот 17,8, а там было 17 ровно... Ну, ладно. 0,7-0,8 вольта выше. То есть, ну, вроде как бы и не сильно-то, и большая разница. Но генератор крутится быстрее. Значит, ну, дрель крутится быстрее, значит, этот генератор легче крутить. Почему так? Сейчас объясню. Это, кстати, на самом деле очень важный момент. Почему дрели легче крутить один генератор и тяжелее крутить другой. А все дело как раз-таки вот в этой самой катушке возбуждения. Дело в том, что катушка имеет свое какое-то сопротивление, и чем оно ниже, тем выше сила тока, как мы уже выяснили. И чем выше сила тока, тем сильнее становится электромагнит, и, значит, тем больше энергии выдает генератор. И все бы хорошо, но от этого явления есть естественный предел. Он называется, ну, насыщение, скажем так. Насыщение, я не помню, как правильно, электромагнитное или что. Но, в общем, сердечник, который из себя представляет, так сказать, ударную часть электромагнита, то есть то, где магнетизма возникает больше всего, он не может увеличивать свою магнитную вот эту вот индукцию до бесконечности. Есть некий предел, выше которого он не может подняться. И этот предел, кстати, не такой уж и высокий. Так вот, если мы будем увеличивать, увеличивать силу тока, уменьшая и уменьшая сопротивление на этой катушке, то рано или поздно мы столкнемся с ситуацией, вот как в случае с 6-ти вольтовой катушкой, точнее, с катушкой, рассчитанной на 6 вольт, что электромагнитный вот этот сердечник электромагнита, он уже насытился, он не может стать более мощным электромагнитом, а тока слишком много. И остальной этот самый ток, он уходит в нагрев. То есть катушку все равно становится, ну, как бы, легче крутить не становится от того, что сердечник уже насытился. Сила тока все равно выделяется в виде тепла на этой катушке. Катушка начинает греться сильнее. Но работу механическую по вращению генератора, которая преобразуется в этот нагрев, ну, мы должны все равно совершить. То есть и дрели тяжелее крутиться, или двигатели, это не важно, но мы должны вращать вот этот самый ротор. И таким образом получается, что эта работа в никуда. Мы тратим наши ваты просто на нагрев катушки возбуждения. И это вот хуже всего, потому что мало того, что она греется, что сама по себе, как бы, не очень хорошо. Она же может и сгореть рано или поздно, греется-то она так нормально. Но и эта энергия, она, как бы, могла бы выйти в виде полезной энергии из генератора, а она уходит на нагрев этой катушки. То есть генератор и крутится ему тяжелее, и энергии он меньше выдает, потому что на нагрев больше уходит. То есть плохой КПД, низкий. Теперь давайте померяем все то же самое, но уже с нагрузкой. Подключим две спирали фары, ну, лампочки фары в качестве нагрузки, и повторим тест. При этом будем смотреть, на каких оборотах, сколько энергии, сколько вольт у нас будет на вольтметре. Так, ну и теперь тест под нагрузкой, и заодно померяем обороты. Нагрузка, напоминаю, две спирали от лампочки, то есть и дальний, и ближний свет. Поехали, крутим. До упора. На восьметре мы видим 14.3 вольта. Это до упора. Обороты при этом. Так, как бы это тут так. Две пятьсот. Две пятьсот двадцать. Вот, две пятьсот двадцать. Это, типа, максимальные обороты были. Что ж, теперь давайте попробуем, покрутим генератор с перемотанной катушкой. Генератор с катушкой возбуждения сопротивлением 5 Ом. Давайте крутить. Так, ну вот догнали примерно до 14.5 вольта. Просто боюсь дальше обороты наращивать, потому что сгорит лампочка. Давайте теперь померяем. Так, блин, тут надо за обоими приборами сразу смотреть. Обороты даже чуть выше. Две восемьсот. Но при этом там, на том генераторе, когда я нажимал дрель вот прям до упора, он дальше уже просто не раскручивался. Ему было слишком тяжело. А этот раскручивается в легкую. То есть мы можем крутить дальше, и напряжение будет расти еще выше. Давайте аккуратненько так, постараясь не сжечь лампочку, дадим оборотов. Блин, уже 15... 15.5... 15.6? Не, больше не буду. До 15.6 мы раскрутили. А там, напомню, было только 14.2 или 14.5, что-то такое. То есть здесь было больше. Поэтому на перемотанные генераторы ставят уменьшенные шестерни, чтобы они быстрее крутились. И вот тут мы доходим до основного различия, где я свернул совсем в другую сторону в плане модернизации этого самого генератора. Шестерню уменьшенную я ставить не хотел. Уменьшенную или увеличенную? Уменьшенную, чтобы быстрее крутился, да. Не то чтобы не хотел. У меня, во-первых, возможности такой нет. Блин, столько геморроя. Ищи, кто ее изготовит. Заказывай, жди. В общем, неинтересно. Я сделал немножко по-другому. Сейчас покажу вам. Значит, получается, что вместо того, чтобы увеличить выдачу генератора путем увеличения его скорости вращения с помощью установки уменьшенной шестеренки я как-то решил пойти немножко по-другому. Ну, не сказать, чтобы увеличить КПД, но скорее немножко улучшить саму систему. Добавить больше вот этой индукции магнитной на возбуждение. Потому что как в принципе-то работают вообще все генераторы, на чем их основана работа? На том, что при движении проводника в магнитном поле в этом самом проводнике навозится ЭДС. Кстати, справедливо и ситуация наоборот. Когда двигается магнитное поле относительно проводника, а сам проводник неподвижный. Это вот такая система применяется в генераторах переменного тока. У нас же в случае с постоянным током магнитное поле стоит на месте, а двигается сам проводник, ротор. Так вот, как же увеличить магнитную индукцию, которая воздействует на ротор? Мы уже выяснили, что простым уменьшением сопротивления, то есть наращиванием количества ампер в обмотке возбуждения, это сделать не получится, потому что произойдет насыщение, и индукция расти не будет, а вот нагрев и трата энергии впустую расти очень даже будут. Я немножко раскинул мозгами, потрудился дрелью-болгаркой и напильником, и получилась вот такая фигня. Это два отверстия прямоугольной формы, они, как видим, расположены ровно напротив вот этого болта, который крепит сердечник электромагнита, ну то есть катушку возбуждения, ровно напротив. Почему? А потому что еще я сделал две вот такие детальки. Это просто железные полоски, которым прикручен неодим. То есть это такие довольно сильные магнитики для своего размера. Феррит здесь бы не пошел, потому что толку от него было бы очень немного. И они у меня вот подписаны 1-2, потому что здесь подгонялось прям напильничком точненько-точненько. И, собственно, в чем смысл вот этого всего? Давайте опять же перейдем к экспериментам, чтобы проще и нагляднее объяснить, в чем эффект вот этого, не прибегая к словоблудию, просто продемонстрировать. Вот смотрите, здесь сейчас к генератору подключен только вольтметр. То есть никакой вот эти крокодил не замыкает шунт и массу. То есть катушка возбуждения не подключена. Она висит в воздухе, один из ее концов. Второй-то, понятное дело, подключен к клеммам, но второй ее конец на массу не замкнут. Поэтому сейчас этот генератор, ну, выдавать должен какие-то там смешные показатели, просто за счет остаточной намагниченности катушки. Давайте крутнем и посмотрим на вольтметр. Так. Вот, на максимум. Прям обороты, ого-го! На вольтметре у нас 1,13 вольта. И эти 1,13 вольта, это, я вам скажу, еще отличный прям показатель. Потому что магнитов-то нет, индукции-то практически нет. Это только остаточная намагниченность, потому что генератор недавно работал. А теперь давайте установим вот эти вот два магнитика в их предназначенные места и проведем опять точно такой же эксперимент. Не замыкая шум на массу, покрутим генератор и посмотрим, что получится. Вот так, значит, я это все дело подключил. Естественно, сейчас это еще все находится на стадии, так сказать, прототипирования. Поэтому, как видите, пришлось обеспечить небольшой зазорчик с помощью вот таких вот паранитовых прокладок. Ну, это потому, что толщина магнита чуть-чуть больше, чем толщина стенки ротора в этом самом месте. Ну и давайте теперь крутнем. Все то же самое. Ничего у нас здесь подключено, не подключено. Я не жульничаю. Только вольтметр. И крутим опять, так сказать, на все деньги. И что мы видим? 3,4, а было 1,12. То есть видна разница, да? 3,5 вольта, не задействуя катушку возбуждения вообще. Это просто прекрасно. 3,5 вольта. То есть фактически получается у нас разница с магнитами или без почти 2,5 вольта при прочих равных условиях. То есть одни и те же обороты, одно и то же подключение, одно и то же отсутствие нагрузки, а разница почти в 2,5 вольта. 2,5 вольта, это как бы, я вам скажу, вполне себе немало в контексте генератора. То есть если вот так до этого выдавал там условно, ну пусть на холостых, выдавал там 10,5 вольт, то в идеальном мире он бы стал выдавать 13. Понятно, что 13 не будет никогда ни на каких холостых. Это G414. Но тем не менее, 2,5 вольта на высоких оборотах в плюсе это очень хорошо. Это вот прям ух. Плюс, держим в уме то, что на высоких оборотах наш реле-регулятор, ну просто регулятор, потому что у меня он электронный, без всякого реле. Так вот, на высоких оборотах наш регулятор будет намного меньшее количество времени замыкать обмотку возбуждения на массу. А это значит, что, ну понятно, что там чуть-чуть меньше ватт будет потреблять генератор, но это фигня. А не фигня то, что при этом эта катушка совершенно не будет греться, потому что она будет подключена там в разы, а то и на порядке меньшее количество, ну условно, секунд на минуту работы, назовем это так. То есть, то есть, эти магнитики прям решают. Теперь давайте последний, наверное, на сегодня тест сделаем. Это с вот этими магнитами замкнем еще и на массу вот так вот обмотку возбуждения, то есть клемму ША, и подключим нашу нагрузку. Так, однорукость наша все при съемках. Так, ну давай вот так. На клемму Я плюс и минус, допустим, вот сюда. Нагрузка наша, ну пусть тут же и лежит, заодно в кадр попадать будет. Вот, и теперь вот так вот, собственно, одним дублем прям с руки это дело покрутим. Так, не спеша смотрим на показания вольтметра. Блин, до 16 вольт раскрутилось прям вообще легко, но я просто больше боюсь нажимать, чтобы лампочки не погорели нафиг. Не то, чтобы мне ее жалко, но, впрочем, давайте дадим. Смотрим, значит, на вольтметр и на лампочку. На каком напряжении она перегорит. Добавляем обороты. О, так нормально. Даже выдерживает что-то. Уже почти 17 вольт. Ладно, давайте снижать. Отлично. Ну и что, получается, остается. Все мы позамеряли. Результатами я более чем доволен. Все прям прекрасно. И что я сделаю уже в ближайшем будущем, но за кадром, это, скорее всего, просто эти магнитики как-то, ну, точнее, пластину монтажную с этими магнитами как-то более цивилизованно приделать, что ли, к корпусу статора-генератора. И попробовать установить это дело на моцик и, собственно, поездить. Да даже не попробовать, оно будет отлично работать. Просто поставить и гонять. По факту, вот те испытания, которые мы сейчас провели, они ничем не отличаются от работы генератора в мотоцикле. Потому что, что там, что там, нагрузка эта фара основная, и что там, что там, каким-то внешним приводом он крутится. Ну, все. Единственная разница, что будет реле-регулятор подрезать на... Тьфу, блин, регулятор. Подрезать напряжение, не давая ему расти там выше, насколько я его настраивал, на 14,5. Ну, что-то такое. Не давая вырасти напряжению выше там какого-то заданного порога. Так что прям доволен я, что вот такая фигня получилась. По результатам испытаний, когда я это все дело установлю на моцик, и какое-то время поезжу, я, наверное, сниму об этом видос. Но это будет не сегодня. Тем временем, по мотору Днепра практически ничего не изменилось. Я по-прежнему не начал его собирать, потому что хочу поднакопить много всего, что необходимо для сборки. Но, но, приехал мне уже прошлифованный коленвал. Приехала мне здесь расточенная под сальники крышка коленвала. И еще прошло обратить внимание на то, что расточено вот это отверстие. Оно будет завтулено вот этой вот бронзой. И это все будет развернуто. Вот здесь вот, когда будет завтулено под вот этот размер. Ну, плюс там пару соточек. Я уже все померил. Здесь диаметр 12,95-12,94. У развертки, которую я купил, там 13 ровно. То есть будет в районе 5-6 соток зазор. Меня это вполне устраивает. Зачем я это завтуливаю? Почему я сюда ставлю бронзу, а не использовал такую крышку, которая она была изначально? То есть просто в алюминии. О, ребят, на это есть причины. Это уже, наверное, будет в одном из следующих видосов. Но, в общем, с теми переделками, которые планируются в ближайшем будущем на вот этот мотоцикл, не получится, ой, на этот двигатель, не получится использовать эту крышку без завтуливания. Точнее, наверное, бы получилось, но ресурс был бы хорошо так ниже. Впрочем, спойлерить не буду. Все со временем и так будет на канале. Ну что, вот и все. Поковырялись в гараже, провели эксперименты, какие-то замеры. Я точно получил удовольствие. Вы, возможно, не знаю. Но, так или иначе, день прожить не зря. Наверное, на сегодня буду я уже заканчивать. Сейчас пойду в гараже приберусь. После всех этих экспериментов все на место пораскладываю. И, может быть, сегодня еще покатаюсь вот на кассике. Кстати, кассик. Ну, как кассик. Не кассик. Днепр, фактически. Но с мотором от кассика. После того, как была произведена работа по увеличению объемов камер сгораний, и после того, как я зажигание уже прям вот четенько отстроил, чтобы вот четенько было. Вообще никаких претензий. Вообще. Колечко уплотнительное, которое я сюда ставил под генератор, толстое, вместо родного тонкого, работает на 5 баллов. Как видим, мотор здесь сухой. Нигде никаких подтеков нет. Кстати, справедливости ради, мотор вообще везде сухой. Ну, то есть, прям полностью. Ни единого подтека нигде нет. Это, как бы, такой, очень, ну, в этот факт трудно поверить, но, тем не менее, даже из коробки, из коробки, из-под вторичного вала не течет масло. То есть, видите, его не разбрызгивает нигде. Ни из каких соединений, ни из каких крышек, ни из откуда не течет масло. Это прекрасно. Единственное место, ну, там я заранее знал, что будет течь, потому что, как бы, объем работ ремонтных был бы довольно объемный. Это из-под ползуна. Но это дело такое, надо будет крышку снимать, просто растачивать, увеличивать диаметр этого отверстия, качать новый ползун. Ну, короче, технология уже обкатана. Это работает, масло оттуда прям перестанет течь, но это такой кусочек работы долгий. Кататься хочется вот прямо сейчас. Поэтому уже по зиме, вне сезона этим будем заниматься. А так работает. Вот езжу на работу каждый день с работы, где-то что-то покататься. Наверное, надо будет снять обязательно тест-драйв какой-никакой. Да, он невысокоскоростной, но как бы от него этого и не ждешь. Свои там 75-80 я на нем разгонялся пару раз. Да, он едет. Уже там, видимо, эти паршеньки более-менее как-то притерлись. Ничего похожего на прихваты нет. Никаких посторонних таких вот прихваточных звуков нет тоже. Да, что-то там в моторе постукивает. Ну, скорее всего, из-за перекладки вот этой, потому что как ни крути, а десятка там зазор сновья был. Сейчас он, возможно, еще и чуть-чуть больше стал. Да, постукивает. Ну и фиг с ним, пусть постукивает. Едет он прекрасно. Заводится великолепно. То есть, ну, как бы вообще придраться нечем. Я даже краник не закрываю с этими корбами. Это, кстати, PZ-30 от UOL. Великолепные корбы. Вот один раз их настроил, и все хорошо работает. Да и то, вся настройка свелась-то к поднятию иглы максимально. Ну и там чуть-чуть качество покрутил. Очень доволен. Не текут ничего. Запуск буквально с первого раза всегда. Я обычно, даже, честно говоря, ленюсь и прокачивать перед запуском. Сразу зажигание включаю. Там не с первого, так со второго раза заведется. В общем, доволен. Прям доволен мотоциклом. Ух. И есть даже мысль, ребят, на этом моцике поехать. Скоро у нас тут такой, у нас это, у белорусских оппозитчиков будет слетик. Такой скромненький для своих. Но он будет километров так 400 от меня. И я вот думал ехать на Урале. Потому что Урал, ну, обкатанный, проверенный. Это такой мотоцикл на каждый день. С ним все прекрасно. Он отлично едет. Там стоит десятка. Ну, вот сейчас, честно говоря, думаю, что может быть, может быть и на Днеприке поехать. К тому же, вот сегодня-завтра должны приехать шестерни девятка в редуктор. И все остальное для сборки редуктора уже готовое лежит. Только шестерни и жду. Так как бы на Нижний Клаб девяточка, это же вообще идеальное сочетание. Едь там, тарахти себе своих 75-80 по трассе. Большего и не надо. И ехать будет хорошо. И мотор не перегреешь. И если меньше пореже слезать с него, кофе пить на заправках, так и как бы доедешь быстро. В общем, не знаю. Будет видно. Это так, чисто, знаете, планами поделился. И то заболтался. Давайте уже прощаться. И так длинненький видос, чувствую, сегодня получился. Все, ребят. Спасибо большое, что смотрели. Всем удачи. Счастливенько.